Где не беспокоить Свет включился Кроме моих шагов по полу Тут периодически, когда, например, я работаю И я здесь больше оставаться не хочу Я хочу уехать Фух, привет, я Анимэджик И наконец-то я вам тут расскажу Что же вообще происходит А чтобы узнавать все самыми первыми и общаться со мной Приходите в Телеграм У меня в ВКонтакте уже завтра начинается розыгрыш Где главный приз общения со мной И обязательно подписывайтесь на мой Бусти Потому что там будут прямые эфиры и контент Которого не будет вообще нигде Вступим к нашему хаустуру Вот он весь дом И это дом 19 века Он вот такого грязно-оранжевого цвета И на окнах у него везде решетки Это собственный вход в квартиру Но мы зайдем туда попозже Сначала я хочу показать Что здесь есть такие ворота И двор этого дома Но сюда хозяйка заходить Запрещает И там же в этом дворе Есть вход в этот подвал Туда никак не попасть из квартиры На вот этой старой двери Есть вот такая ручка В которую можно вот так стучать И мы попадаем в дом Дверь скрипит И вход оборудован вот такой лестницей То есть ты от двери Поднимаешься по деревянной лестнице В течение всего хаустура Обязательно обращайте внимание На все, что происходит вокруг На предметы Я могу чего-то не увидеть А вы, если что-то заметите Обязательно напишите в комментариях Я потом их все прочитаю Все проверю и вам отвечу Здесь вот такой огромный потолок Вот она, эта дверь Вход Я хочу все показать по порядку Слева от лестницы Дверь в некую комнату И она закрыта Прямо дверь в столовую И направо в гостиную Остальную часть дома Я сейчас все покажу Я все время боюсь сломать здесь ноги На этой лестнице Потому что мы не привыкли К таким входам Она очень высокая И не очень удобная Вообще Юмичу здесь постоянно лает Непонятно на что То есть она постоянно на что-то реагирует Что за этой дверью Я вам показать не смогу И еще момент Что в подвале Все-таки есть какая-то квартира В которой живут люди Потому что периодически В подвале горит свет Он просто включается вечером И когда я прохожу по улице Я вижу, что там горит свет Но там ничего не видно Кто-то, видимо, там живет Но никогда ничего не слышно А еще я хотела сказать Что такое? Юмичу Че ты лаешь? А потом раз и успокаивается Как будто все, ничего не произошло Идем в столовую В этом доме Что я заметила в первую очередь Я расскажу кратенько Быстренько Как мы тут вообще оказались И, конечно же, попрошу вас поставить лайк На это видео Если вы ждете ролик Про нашу поездку на остров кукол И 24 часа челлендж По количеству лайков Я пойму Насколько вам это интересно Итак, когда мы приехали в Мексику Мы поехали сразу в городок Который находится на море Там мы сняли квартиру Я даже снимала там видео Вы ее могли видеть в роликах Светлая, милая квартирка Все хорошо, все нормально Мы там очень мило пожили Затем нам даже выдалась возможность пожить в хостеле Это был мой первый опыт с собакой в хостеле Кто не в курсе, хостел это Это такой как бы отель В котором есть комнаты Женские, мужские и даже общие Где люди спят там на двухэтажных кроватях Или на одноэтажных, не важно Но они спят все в одной комнате У них общий туалет Общая кухня И вот такая вот общая спальня Мы просто были в таком месте Где все очень дорого И решили, что эти несколько дней Мы проведем в хостеле И для Юмичу это тоже был первый опыт В принципе хостел был очень симпатичный Там отдельное такое помещение В котором кухня, зона отдыха Можно было там поработать, посидеть Я даже сняла там ролик И вот эта вот большая спальня В которой просто чемоданы Люди, вещи И это pet friendly хостел То есть туда разрешили с собакой За нее взяли чуть-чуть какую-то небольшую плату Юмичу спала в домике И в хостеле нельзя было ее оставлять Если я ухожу То есть если я ухожу Ее нужно забирать Я думала даже об этом сделать Какой-то отдельный видеорассказ О таком опыте Может быть я как-нибудь сделаю Какой-нибудь большой выпуск Про жизнь с собакой По гостиницам Съемным квартирам Отелям и так далее Если вам интересно Поставьте плюсик в комментарии Или лайк на видео Чтобы я как-то поняла Потому что у нас было много разного опыта Он был интересный И в разных городах И в разных странах Если вам интересно реально Какое жилье мы снимали Сколько денег это стоило Сколько брали за собаку Пускали ли с собакой Выгоняли ли из-за собаки То есть вот все вот эти вот пункты Я могу прям сделать отдельное Очень интересное видео У нас даже было такое Что мы снимали номер В домике В котором у нас было Две двуспальных кровати И у Юми еще была Своя собственная кровать И за нее даже денег Там никто не взял В общем Историй много А потом мы поехали В Мехико Это столица Мексики И какое-то время Мы жили Тоже в какой-то простой квартирке В большом многоэтажном доме Она тоже попала в мое видео Так вот Находясь в Мехико Я искала какое-то жилье На подольше Потому что я хотела Тут остаться подольше Потому что здесь Очень много всего интересного Нашлась одна квартира Которая мне показалась Ничего И когда мы пообщались С хозяйкой Стало понятно Что она мне не очень подходит Но хозяйка Предложила Этот дом Здесь Очень много Разных зеркал И Очень много Свечей То есть Это не я Покупала конечно же Сюда свечи Не я их жгла Там получается коридор С которого я зашла Вот оно Это большое зеркало Здесь какой-то комод С посудой На нем кстати Тоже свеча Самое наверное Жуткое в этом доме Это звуки То есть Вот иногда Просто я могу Лежать в спальне И слышно Какой-то грохот Я не понимаю Откуда этот грохот Что это за звук Откуда он идет Просто как будто Что-то сломалось Развалилось Разбилось зеркало Потом просто тишина Как будто Ничего не происходило Все нормально Здесь Все время Скрипят полы То есть Куда бы ты ни пошел Под тобой Вот так вот Скрипит пол Вот эта старая Деревянная доска Столовая Из которой Вход на кухню И выход на балкон До балкона Мы отойдем чуть позже Это отдельная тема А сейчас Пойдем на кухню В тот момент Когда я собиралась Его снять Тут еще жила девушка И хозяйка Показать полностью Его не могла Но я видела фотографии Фотографии были очень красивые И выглядело все Как будто Это такой прикольный стиль А на самом деле Дом реально Очень Очень Старый 19 век И такое ощущение Что большая часть Здесь просто С тех времен И не переделывалась В общем конечно же Я не снимаю себе Ответственности Это была моя ошибка Я решила его снять Причем сразу на долгий срок Заплатила деньги вперед И все То что Здесь в этом доме Есть Происходит И как оно выглядит И так далее Я увидела уже только тогда Когда девушка Которая была передо мной Съехала И я уже заехала С оплаченной арендой И вот тут Все и началось На кухне есть Одно окно И второе окно Над раковиной Они все С решетками Про кухню Рассказывать особо нечего Она очень старая В мексиканском стиле Очень убитая Вся вот такой вот Плитки С миниатюрным холодильником Вот он сейчас Взял и заработал А иногда он не работает С каждой комнатой В этом доме Просто связано Какое-нибудь обязательно Хоть одно Но странное событие Кухня Это прям вообще Мистическое пространство Какое-то Потому что В ней то Бесконечное количество Муравьев Я к сожалению Не засняла Но один раз я видела Как они заполонили Просто все Холодильник постоянно Оттаивает Как будто его кто-то Выключает Так вот примерно Тут течет Странно вода Из-под крана Тут постоянно Отключается вода То она есть То ее нет Горячей воды Очень часто Вообще нет Может быть потому Что это старый дом Но сама хозяйка сказала До того Как я сюда заехала Это все не ломалось Оно просто стало Постоянно ломаться То бойлер Который нагревает воду То газ отключается То вода кончается И вот как-то раз Ночью я ухожу Выключаю весь свет В доме Ложусь спать И когда я встаю В 6 утра Я вижу Что в кухне горит свет Тут даже косяки У дверей Видите Какие старые Они деревянные Тут когда-то Видимо В кухню была дверь Но сейчас ее нет И из кухни Мы выходим И попадаем Вот сюда В столовую Где вот эти двери Стеклянные Металлические На балкон На этих дверях Есть отдельный замок Ключа у меня От него нет Поэтому когда я выхожу На балкон Я дверь не закрываю Периодически Эта дверь Издает Вот такой вот шум Хотя ветра нет Ты можешь прийти Посмотреть И все нормально Все хорошо Ни ветра Ни урагана И дверь стоит тихо Но иногда Происходит Вот такой вот звук Как будто кто-то В нее ломится Просто Ладно Выходим Она тоже Конечно же Скрипит Эта дверь Издает Такой писк Окно В ванную Оно тоже За решетками А еще Вот здесь Вот есть Такая дырка Которая Ведет Как раз Мне кажется В ту квартиру Которая находится В подвале Но здесь Никогда никто не ходит Но периодически Там горит свет Вот это окошко Ведет В еще один туалет Я его потом покажу А вот эта дверь Ведет в спальню И прикол в том Что здесь была Раньше лестница Эта лестница Вела на крышу Но этой лестнице Эту лестницу Почему-то Хозяева сломали И убрали Почему они убрали Эту лестницу Они аж ее спилили Просто и сняли Почему нельзя на крышу Я спрашивала хозяйку Но она ничего толком Не ответила Мы с ней не общаемся Вживую Общаемся в мессенджере По поводу Расположения комнаты В самой планировке Квартиры Она очень странная Потому что Вот здесь Из столовой Есть коридор Вот туда В котором ванная И спальня Но И там же справа Выход в гостиную комнату И тут тоже Здесь Из коридора Вход в гостиную комнату У которого нет двери Гостиная тоже Какое-то странное место Начиная с этой двери И заканчиваясь Ими этими свечами И зеркалами Кто живет в подвале Почему нельзя на крышу На сети вопросы Хозяйка просто Не отвечает Избегает Недавно она сказала Что в подвал Якобы заехали Какие-то жильцы Но я ни разу Их не видела Ни разу Их не слышала Ни разу С ними не встречалась Ну слышала Вот я слышала Просто какие-то голоса Или скрипы Или шорохи Но я не уверена Что это люди Вот внизу Это делают Может быть Это мое Личное ощущение Но самое стрёмное место Это реально Вот этот коридор С ванной И спальня В которой я сплю Заходим в гостиную Вот там еще одна комната Я ее попозже покажу Тут еще мои чемоданы Я не до конца разобралась Диван Очень большое окно Юмитю Телевизор Около телевизора В углу Стоит вот такая Картина На полу Жуткая какая-то улица И какой-то человек В черном Криповая картинка Еще, когда я монтирую Например, или сижу в кабинете Иногда слышно голоса Но я думаю Что это голоса людей на улице Потому что стекла Здесь не стеклопакета Просто стекло с металлом И люди, которые, видимо Гуляют внизу под домом Слышно, как они разговаривают Наверное, это их голоса Потому что иначе Я не знаю, откуда эти голоса Везде Какие-то вот такие Палочки для запаха Стаканчики-подсвечники Для свечек Кругом что-то Везде зажигали Тут Это все не мои вещи И здесь еще есть Вот такой комод И в этом комоде Вот такой кристалл Или В общем, какой-то Тяжеленный Просто очень тяжелый Камень Тут еще один подсвечник Который, мне кажется Чуть-чуть покачивается Если вы обратите внимание Я потрогала камень И уже очень сожалею Потому что я сразу вспомнила Что хозяйка попросила Ни к чему не прикасаться Ни в коем случае Не переставлять мебель И не передвигать предметы С места на место То есть вообще Ничего не трогать Из того, что есть В этом доме И тут мы переходим С вами к истории Кто здесь жил до меня Тут очень много вещей Которые остались После предыдущей Девушки Которая тут жила И она якобы По словам хозяйки На время уехала И сюда вернется То есть, например Там подушки Какие-то пледы Коврики для йоги Там Зонтики Хозяйка говорит Что эта девушка Журналист Который что-то изучает Постоянно путешествует И периодически снимает Этот дом Поэтому она отсюда Свои вещи увозить не будет То есть, она какую-то часть вещей Убрала Чтобы мне здесь жить Но Не все Я ее вживую Саму не видела И я посмотрела Какие у нее здесь книги есть Двери восприятия Включающие Рай и ад Может быть, ничего необычного И человек увлекается Саморазвитием Просто я тоже люблю Всякие разные Такие книжки Пока смертные спят И раз уж мы зашли В эту комнату Это кабинет Я сейчас ее покажу То есть, из гостиной Мы видим здесь Дверь в кабинет Вот такой вот Самый жуткий, я считаю Коридорчик Жуткий по вечерам Ванна Мы туда вернемся И спальня Очень много дверей Потому что в кабинет Ведет дверь из гостиной И еще одна дверь Ведет в спальню На всех дверях Есть вот такие замки Но двери Закрываются Вот так И замки просто Бесполезны Они не работают То же самое с этой дверью Она скрипит И практически Не открывается В этой милой комнатке Я оборудовала себе Съемочное место Тут картиночки какие-то Мое рабочее зона Рабочее пространство И еще один такой момент Так как это Мексика И традиционно здесь Отмечается день мертвых Они вообще любят Тему смерти Они любят кладбища Они устраивают Вместо похорон Праздники У них везде черепа Скелеты И вот это все Это называется По-моему Лос-Муэртес Этот праздник Праздник мертвых Поэтому я обнаружила Здесь вот такие вот Черепа Они их любят Украшать яркими цветами И сделала их Частью своей Съемочной композиции Вот здесь я снимаю Здесь лампочка Еще один диван И вот такой вот шкаф И что на этом шкафу На этом шкафу книги Блокнотики Как раз это и девушки Которая здесь жила И очень много Музыкальных инструментов Вот всяких Таких вот Деревянных Согласитесь Это немного жутко Кости стучат Такие Здесь еще Какие-то музыкальные Инструменты Лежат Разные Дудка Она Глиняная И наверху Вот такая вот Фигурка льва Сейчас мы пойдем В тот коридор Где Где находится ванна Вот эти музыкальные инструменты Эти книги Вообще Вот Атмосфера этого помещения Она тоже такая себе Один раз я сидела Вот здесь За этим столом Монтировала видео Я закрыла все двери Чтобы записывать звук И в какой-то момент Я надела наушники И вот вы знаете Это ощущение Что когда ты в наушниках Как будто у тебя начинается Паническая атака Что ты чего-то не видишь Или не слышишь И сейчас на тебя Кто-то сзади нападет Мне казалось Что сзади меня Кто-то стоит и смотрит А потом я даже Через наушники Через звук Когда озвучивала Я услышала Какой-то скрип Ну пола Я просто вот так Вот снимаю наушники Срываюсь Поворачиваюсь И понимаю Что никого нет Кстати Дверь из кабинета Когда вот так открывается Вот такая старинная ручка Тут На ней висит Не беспокоить Свет включился Отлично Я думаю Что это я Наверное Включила светильник Чтобы проверить Когда дадут свет Потому что Когда его нет Ты уже все включаешь Проверяешь И видимо Сейчас просто свет скакнул Опять И свет включился Кроме моих шагов По полу Тут периодически Когда например Я работаю в кабинете Слышно Скрипы Пола То есть вот так они скрипят Когда я хожу А когда я сижу работаю Они скрипят по другому Я не знаю Где это он скрипит То есть внизу Или еще где-то Потому что Когда я выхожу из комнаты Конечно же Ничего не слышно В этом коридоре Вот такая старинная Дверь в ванну Это дверь в спальню Она периодически Тоже скрипит И открывается В телеграме Вконтакте В разных местах В комментариях Мне писали Когда я говорила Про хаус тур Что попробую Разузнать какую-то Информацию Об этом доме И я попыталась Что-то у хозяйки Узнать Но все Очень непонятно То есть С одной стороны Тут явно жили Какие-то видимо В девятнадцатом веке Богато обеспеченные люди И явно люди Обладали какими-то Видимо Вскусами Взглядами Может быть даже Были как-то связаны С культурой Но проблема в том Что у хозяйки Постоянно перепады В настроении И очень часто Она говорит какую-то информацию Потом говорит другое что-то И в итоге Я не знаю Чему верить Но якобы Здесь 25 лет Был какой-то ресторан Я вообще Не совсем могу представить Что здесь мог быть за ресторан Если бы он здесь Действительно был И предыдущие хозяева Владели рестораном То здесь совершенно По-другому был бы И Стоптон Пол И я если честно Не верю Что здесь был 25 лет подряд Ресторан Затем она сказала Что ее брат Купил этот дом И какое-то время Здесь был офис Их офис И никто здесь не жил И вот только недавно Они решили его сдать Поэтому историю Этого дома Очень сложно Понять и выяснить Потому что Единственный человек Кто может ее рассказать Это хозяйка Она общается очень странно А например В том же интернете Или где-то Я информацию По этому адресу Просто не нашла Тут вот такое вот Старое-старое окно На балкон Как вы помните И вот такой вот Старый-старый душ Из которого еле течет вода Здесь кругом Какие-то дырки И старые очень Розетки Не все из них работают И заряжают вообще Ну в принципе В ванной здесь Показывать нечего Здесь вот такое вот Зеркало большое Мыться очень тяжело То есть ты стоишь И тебя раз И обливает кипятком Потом раз И обливает Холодной водой Итак Из ванны Мы попадаем В спальню Дверь в которую Уже закрылась Видимо От сквозняка Конечно же Здесь опять Вот такое Очень большое Зеркало С этой жуткой Спальней Вообще связано Две Просто Кошмарных истории Которые я сейчас Расскажу Одна про Юми Чу Я лежу в кровати В темном Уже вечер Поздно Ночь И из-за того Что полы деревянные Даже когда у Юми Нормально подстрижены когти И она ими не стучит Все равно слышно Как она ходит по дому Ну и периодически Она все равно Издает какие-то звуки Там облизывается Что-то делает И вот я лежу в кровати И слышу Как в спальню Заходит Юми Чу И я слышу Как она идет вдоль кровати Подходит к кровати Вот я прям Просто это Ну Слышу Тот у кого есть питомец Собака там Или кошка Или какой-то другой Он знает вот это ощущение Что когда ты лежишь Ты слышишь Что животное подходит Потом я слышу Как она Что-то там шебуршится Устраивается на коврике Рядом с кроватью И думаю Вот Юми Чу пришла А потом В эту же секунду Я просто понимаю Что она лежит рядом со мной Это не шутка Это не прикол Это не Придуманная мной история Потому что такое придумать невозможно Это было очень странно То есть я сначала Просто не сообразила Даже что она со мной лежит И я слышу Вот как бы Что это Юми Чу Что-то там ходит Что-то суетится Устраивается А потом понимаю Что Юми рядом И в этот момент я такая Стоп Что происходит Я подскакиваю Просто Юми пугается Дергается тоже Я включаю свет Смотрю вокруг Ничего нет Ну никого нет Все нормально Все окей Это просто Это жутко В 10 В 10 встаю в 6 В 11 в 7 А тут я просыпаюсь И вот такая И вот такая Вот такая вот Старая Старая Точнее зеркальная Старая дверь Закрашенная Вот так вот краской Выглядит Жутковато Ну и здесь Такой небольшой С очень низким потолком Туалет Отдельный С вот этим вот окном На балкон И здесь На стене Такая индийская Конструкция И насколько я знаю Девушка Которая тут жила Она из Индии Или индийского Происхождения Тоже ночь Где-то около Там 12 часов Я легла Спать Точнее я вот Помылась Такая все Сделала Все ложусь в кровать Везде выключен свет Уже Лежу в кровати И Я еще не заснула То есть вот прям Несколько минут И я ложусь Вот так вот На бок На подушку И в какую-то минуту Понимаю Что кровать Начинает Трестись Кровать Как бы Начинает Вот так вот Ходить И это длится Просто вот Несколько секунд Даже не минуту Мне кажется И она не вот так вот Дрожит Да Как что-то просто Странное Она как бы Ходит И я вспомнила В этот момент Что может быть Это совершенно Не связано Ни с какой Мистикой В которую я не верю Всегда пытаюсь Провергать Даже если не очень Получается Скорее всего Это землетрясение Тут действительно Бывают землетрясения Иногда они Невысокие Баллы То есть Не прямо Все дрожит Трясет И часто Предупреждают Что вот Сегодня может быть Землетрясение Поэтому если вы что-то Почувствуете Срочно выходите Из дома Из помещения Нужно выйти на улицу Но через несколько секунд Это просто все закончилось То есть вот так вот Покачалась Вот эта вот кровать Это такое странное ощущение Когда ты лежишь в кровати И понимаешь Что она качается Что ты вот так вот Вместе с кроватью ходишь И это не от того Что ты пошевелился Или кровать Какая-то неустойчивая Она достаточно тяжелая И большая Это именно потому Что происходит Какое-то движение дома Это просто жесть Вот такой вот потолок Дверь и внутри Обклеена Каким-то Стеклом Выходим Обратно В спальню Здесь кстати Вот такая картина В темноте И обратите внимание На потолок То есть Реально Дом очень старый И я здесь больше Оставаться не хочу Я хочу уехать А еще такой вот момент Что Юми очень редко В этом доме активна Она все время Как будто вялая И постоянно спит А я в этом доме Я себя чувствую Постоянно какой-то растерянной Вот как будто Я все забываю Теряю Я все время Какая-то потерянная А улица вообще Бодряком И веселая И когда мы куда-то ходим А здесь она просто Постоянно лежит и спит Хозяйка сказала Нам уезжайте И даже обещает Вернуть деньги Я надеюсь Что так и произойдет Но она может Поменять свое Просто вот желание В секунду Она реально пишет Сначала одно Потом делает другое Говорит одно Потом другое Поэтому я не знаю Как будет На улице просто Загремел гром И пошел адский дождь Сейчас все вырубится И свет И вода Опять ничего не будет Я может быть В эту последнюю ночь Успею поставить Камеру И заснять Может быть здесь Что-то ночью Мы сможем снять Я буду держать вас Курси Что с нами происходит Где мы Что мы Во всех наших социальных сетях Так что подписывайтесь на канал Ставьте лайк Увидимся скоро В новых роликах